Па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, от канала Куплинов Play, это Николай, мы продолжаем игру под названием Time Flow, Время, Деньги Понаписали много в комментариях, что это, типа, переосмысление, не прям, чтобы совсем, но как бы была уже какая-то игра от какого-то азиатского человека, который написал книжки про каких-то отцов, что-то там типа того Короче, игра на самом деле очень веселая, очень классная и очень интересная, поэтому давайте продолжим с ней Писали, что типа надо попробовать с недвижимостью, но я пока не хочу пробовать с недвижимостью, потому что Николай у меня бизнесмен, понимаешь? Он бизнесмен, он не человек, который работает с недвижимостью, потому что работать с недвижимостью предполагает тоже как бы определенные навыки и все вот это вот прочее Некоторые не поняли, почему я бросил им в ад, да потому что, блядь, обанкротишься, если я его не брошу в конце-то концов Поэтому все это сделается чуть попозже, а мы пока продолжим поднимать Николая А я напоминаю, нам нужно 4 миллиона рублей, чтобы купить дом у озера и остаться нахуй там, жить вдали от всей этой суеты. Насколько я понял, здесь можно быть бизнесменом, можно быть акционером, можно быть хуеплетом с недвижимостью, мутить вообще мутки мутные вот эти всякие. Можно, короче, идти по карьерной лестнице вверх и прочее, прочее, прочее. Не знаю уж, сколько мы из всего этого попробуем, но пока у нас Николай, пока ему нужно 4 миллиона, поехали. Так, в этом месяце коммерческий паблик приносит вам дополнительный доход, разовый доход 23 косарика, хорошо. Кстати, кто-то там мне что-то писал по поводу такси, что типа нахуй я его продал. Такси ничего не приносит, он занимает дохуя денег, никакой перспективы в нем нет, а вот копирайтинг, например, тот же самый, очень хорошо приносит мне и, в принципе, меня это вполне радует. Меритабельность 310%, между прочим, рентабельность у него, здесь 70%, ну здесь падает, конечно, рентабельность, я не знаю, что конкретно она значит, но мне это не радует, что рентабельность становится ниже, а так, в принципе, похуя. Так, что у нас по времени? 320 свободных часа, почему? Потому что коммерческий паблик, потому что копирайтинг, потому что приложение разрабатывается, кстати, где оно, блять, мое приложение? Почему оно ничего мне не приносит? Почему оно ничего мне не приносит? Алло, а как оно должно что-то приносить? Подожди-ка. Для развития необходимого маркетинга и технического образования. Так у меня такое есть, такое-такое у меня есть, правильно, маркетинговое есть, техническое есть. Ну, алё, и чё? Кто разрабатывает тут? Николай, чё за хуйня? Давай разрабатывай быстрей. Так, 15 косариков. Пойдём обратно смотреть в бизнес, правда денег у меня на него нет, но мы посмотрим. Ох, нихуя. Перспектива увеличить прибыль. Для этого необходимы маркетинговое манитарное образование. У меня это и это есть. Требуется время 19-38 часов. А сколько у меня свободного времени? 62. Красиво. Цена 4000, доходы 2800 и 4300. Но как бы прибыль через 1-2 месяца, как бы можно взять, но, блядь, 38 часов. На самом деле давайте, давайте возьмём, потому что прибыль не бывает лишней. 4000 стоит вообще копейки по сравнению с окупаемость, просто буквально, блядь, сразу, прям мгновенная. Поэтому давайте я его возьму. Ничего мне плохого не сделает, разве что чуть-чуть заберёт у меня время. Ну ладно, ладно. Как бы, ну, пока мы бизнесмены мелкие, бизнес у нас весь мелкий, поэтому как бы нужно смотреть реально на вещи, а не выёбываться тем, что нам нужен нефтяной завод. Короче, ладно. Так, вы изучаете предложения на рынке автомобилей, и свои машины поможут нам сэкономить рабочее время. Мне сегодня прицените к пино-слоган. Забрать эту карточку... Вы не можете брать эту карточку, ёбаный брат. Подожди-ка, цена расхода это 275 тысяч, а у меня сколько-то? А нахуй мне нужно, давай продам её. Давай какой-нибудь продам. А, а, нет, подожди, я не хочу брать её в кредит. Хотя, а сколько она сэкономит мне времени, интересно? 20 часов? Да ну нахуй она мне задалась. Как ей 20 часов? Это несерьёзно. 20 часов это копейки. Отлично, экономическое обучение у меня появилось хорошо. Так, расходы, значит, я убираю расходы. Экономическое обучение, минус 2900, минус 20 часов времени, охуительно. Теперь у меня много образований, между прочим. Теперь у меня много образований. Так, гуманитарный маркетинговый технику. У меня не хватает только МВА. МВА, и как бы с этим нужно что-то делать. Так, у меня полтинничек есть в наличии. Средний бизнес я не смогу. Средний бизнес я не возьму по-любому, потому что хуй это там. Создавайте свой уголок в индустрии красоты. Нет, хватает свободного времени. Сколько нужно? 60 часов. Ебать как выгодно. Ебать как выгодно. 60 часов. Нужно от чего-то отказаться. Так, а интернет-зависимость у меня лечится, да? Репетиторство. Подожди, давай я откажусь от репетиции нахуй. Можно я от него откажусь? Бляха, я хочу отказаться от репетиции. Репетиторство. Да как от него отказаться? Подожди. Это у меня актив. Можно я его продам нахуй прям мгновенно? Вот так вот. Давайте 100% быстро прям. Что это такое? Продать. Продать, окей. И су... А подожди, а как мне ждать-то? Бляха! Сука, ногтевой... Какой же выгодный, ебаный в рот. И ведь и то, и то умеет... Да ладно, бляха, исходить... Да? Сука, обидно. Я не могу ни от чего сейчас избавиться, да? Вот ни от чего не могу. Коммерческий паблик, копирайтинг, плохой настроение... Блядь, да серьезно? Ну, у тебя сейчас настроение должно было подняться. Ты охереть! 20 тысяч. Окупаемость, сука. А, прибыль через 4 месяца. Ебаный. Ну, блин. Ну, все равно ни хера себе тут добыча какая-то. Доходы какие-то огромные. Продай нахер это говно. Сука. Так, ладно. Ладно, это назад. Это снять с продажи. Ну, бывает и такое. Не хватает времени. Могу продать? А могу продать. Блядь, хорош. Выставить возможность покупки актива на открытую комиссию. Давай, я тут вон червонец. Я себе поставлю, пусть будет. Ладно. Хуй с ним. Обидно сейчас было. Очень обидно. Очень прибыльная хуйня. Опять бизнес малый. Ты посмотри, сколько можно-то. Вы начинаете введение блога. Опять же, это пистограмм. В пизду. Давай я его тоже продам. Комиссию за вот... За тысячу возьму комиссию. Нормально. Так, не ласно найти покупателя. Вообще насрать. Найдется. Найдется чуть попозже. Обидно. Сейчас было реально обидно. Так, первый прибыльный. Ну, 3,280 в принципе. Ну, как бы. Он уже купился за первый месяц. Хорош. Хорош. Так, доходы. Это вот сюда. Отлично. Значит, наличка начала расти. Денежный поток прибавляется. Расходы вообще копеечные, кстати говоря. Это не очень сильно правдоподобно. Заметили вот потребительскую корзину на 3,5 тысячи. Я хуй знаю, чем он питается на самом деле. Ну, ладно. Не знаю, на что он питается. Но, видимо, ему хватает. Не знаю, как это... А, да, это серьезно, что ли? Подожди, бизнес. Бля, опять такси. Да, опять тридцатка. Дохода две. О, не. Давай продам с молотка. Продам с молотка за 3,5. Не знаю, как это. Так, окей. Не удалось найти. Хорошо. Что-то никто не покупает у меня эти возможности. Зря, кстати. Вот, наилсервис на самом деле надо было покупать. Да что ж такое происходит-то? Серьезно, что ли? Что за бред-то? А что, ничего не меняется, да? Пистограф и все? Вам потребуется 2-3 часа ежедневно. 40 часов. Сколько у меня времени? Бляха. Может быть, попробуем все? Да хотя... Какого нахер тут этого... Нет, давайте я не буду. Давайте я не буду. Я все-таки продам ее за полтинник. Вот так вот. Пусть. 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 Окей. Благодаря вашему заявительному репетиторству, вы оптимизировали репетитор доход от актива на 1100. Замечательно. И приложение 3000. Красиво. Совет месяца. Большие доходы к большим тратам. Ваши траты и ваша потребительская корзина всегда будут расти с увеличением вашего состояния. Зачем корзина всегда составляет 15% доходов, но не ниже прожиточного минимума. Кликните по корзине в балансе, чтобы узнать ее состав. Я в курсе. Так, продается, нашел покупатель на... Окей. Купили, а не удалось найти и насрать. Подожди. Доходы. Доход, доход. Да, приложи... О, приложение хорош. Смотри, репетиторство подросло на 1100. Приложение, в принципе, начало приносить доход. У меня доход уже огромный. Доход уже 37 косарей. Ну, блядь, по сравнению с зарплатой там какой-то... Так, ладно, все не так. Главное, что у меня есть время свободное, между прочим. Но это нужно как-то с этим что-то делать, потому что, знаешь почему? Потому что, чего у меня все у меня сейчас приносит? Копирайтинг. 20 часов в месяц, хорошо. Копирайтинг 20 часов в месяц. Приложение. Приложение, оно будет развиваться, скорее всего, хотя хуй его знает. Блин, не знаю. От репетиторства, конечно, от него бы нужно отказаться, потому что... Потому что... Ну, пока приносит 4000 в месяц, блядь. Сетевой маркетинг. Ну, сетевой маркетинг, коммерческий паблик, само собой, тоже нельзя ни в коем случае отменять. Вот копирайтинг за 20 часов, хотя это не так много. Приложение 20 часов, репетиторство 30 часов. Вот его бы можно скипнуть, на самом деле. Ну, потому что... Давай я его продам, пизду. Давай я его продам за 4000, пусть оно будет. Но зато у меня появится с 30 свободных часов, я смогу взять более серьезный бизнес какой-то. Потому что пока у меня не хватает времени на более серьезный бизнес. Так, подожди, зачем мне время тратиться еще? А я лечусь от него, нет? Я же, по-моему, лечусь от интернет-зависимости, нет? Коммерческий паблик, зависимости... Блядь, натурик, что ее херня-то? Почему? Не понимаю, почему... Я же лечился от интернет-зависимости, алло, что за бред? Так, блогинг, возможность репетиторства, окей, продаем. Продаем за 4 кс, освобождаемся 30 часов, берем новый бизнес. Новый бизнес, малый бизнес, ну опять ты, да бляха, да серьезный, хватает. Хватает, отлично. Репетиторство сейчас продастся, это сразу берем, берем, берем и развиваем. 20 косарей, сколько у меня денег? 90 700, отлично. Отлично, прибыль 600% нормально пойдет. То есть, ой, окупится очень быстро, поехали. Поехали, берем. Так, минус 20 часов, 60 часов, стоимость сюда. Окей, давайте. Давайте. Продал, нашел блогинга, хорошо. Продал актив, отлично. Доходы, значит, плюс 4,5. Это куда? Репетиторство, ага, окей. Доходы 4,5, это вот сюда мы их убираем. Время, минус 30 часов, тоже уходит отсюда нахрен. Ну, мы на самом деле заменили одно на другое, доход стал поменьше, но это ненадолго, потому что сейчас мы с этим всем делом решим, когда начнет ногтевой бизнес у нас развиваться. Так, вы можете записаться в местное число, не так много, за ощущение бодрости и свежести, спорт есть молодость. Так, ладно, 37 часов, давай посмотрим, что нам это даст. Просто тупо интересно, может быть, он очень сильно времени прибавит. То есть, 15 часов тратим, сколько в итоге мы получим, надо будет посмотреть. Окей, берем. Берем, пробуем, нужно развиваться дальше. Нужно развиваться дальше, как ни крути. Так, ну пока у меня все в плюсе, 21 тысяча, денежный поток, все нормально. Все хорошо, живем. Да что ж ты будешь делать, блядь. Отъебись от меня с этим блогом, пожалуйста, отстань. Не надо мне, пожалуйста, совать этот пистограф, я не хочу им заниматься. Алло. Так, что в недвижимости? Мало недвижимости. 310 тысяч, нихуя себе недвижимость, хорош. Ипотека до 10 лет, 10%. Переспективы выгода продать на 30-40% дороже. Это копейки. Это нихуя, так не пойдет. Нет, не пойдет. Так, ладно. Опять Новый год. Оптимизировали актив. Приложение. На 3 тысячи, ебать, больше стало, да? Оно растет. Оно растет. Это самое главное. Оно растет. Так, Нейлсер еще не окупился, все будет нормально. Стоимость актива подросла. Замечательно. Так, бизнес. Сколько времени? Денег. Времени и денег. Сколько у меня денег и времени? Что у нас такое? Спокойная работа в свободное время и лечебный массаж. Маркетинговое и гуманитарное образование. 45 часов. Не хватает свободного времени. А у меня есть образование маркетинговое и какое там нужно-то еще гуманитарное? Ну, образование у меня есть все. Хорошо. Так, эти я еще прохожу или уже прошел? А, эти я уже прошел. Окей, хорошо. Планирование у меня есть. 6 часов. Ну, ладно. А что? Ну, у меня как бы нет. У меня как бы пока что нет. Поэтому давайте я продам его с молотка за 2000 и будет нормально. Не знаю, кому. Кто-нибудь возьмет. Блядь, на самом деле такие возможности выгодные. Я как бы... Вы можете продать свои активы, кликнув они в балансе в любой момент. Я знаю. Я знаю, что могу. Но зачем? Так, мне удалось найти лечебный массаж. Зря. Зря. Ой, блядь, кто-то не хочет покупать лечебный массаж. Это зря. Нам пора развивать больший бизнес. Вы прикупили, ну, 1800 на декор. Не жалко. Так, лечебный массаж продался. Хорошо. Нам нужно, короче говоря, каким-то образом сейчас подкопить хотя бы полмиллиона и попробовать взять себе средний бизнес, чтобы уже в конце концов не сидеть вот на этих вот... Скольки там, блядь, 36 тысяч дохода скольки? Раз, два, три, четыре, блядь. Пять бизнесов, но они пока не приют. Пять бизнесов, представляешь, блядь, приносят нам 36 тысяч в месяц. Мы вообще в копейки пока идем. В копейки работа так не должно с пяти бизнесом быть. Но надо еще вот начинать опять-таки. Так, хорошо. Высшее образование, кстати. Доход у меня 36. Я могу МВА взять. Могу взять МВА. Плюс 30 процентов, да, нужно брать. 20 часов. И месячная плата 20. Доход 36. Денежный поток 20. Так, все, в ноль ухожу. Практически ухожу в ноль, но я беру. МВА, это нихуя себе как сильно. Это нихуя себе как мощно. Это очень стильно молодежно. Я беру. Я беру, но ничего не поделаешь, как бы придется. Придется, но нужно, понимаешь? Нужно. Три тысячи. Главное, что не в минус. Работаем, остальное не так страшно. Главное, что не в минус. Так, семинары управления временем. Какие семинары? Избавление от веб-зависимости. Сука, 8 месяцев, 15 часов. У меня сейчас... Сколько нужно-то? А, по... А сколько оно идет? Разовый платеж, 8 месяцев. А сколько возьмет-то? Психологический курс излечит вашу зависимость от сайта в разъеме.ру. В разъеме? А, в контакте. Окей, я понял. Блядь, 15 тысяч освободит. А сколько оно заберет у меня времени? Мне вот что интересное. Бизнес в стиле фанк? Да? Да? Алгебра рекламы? Нихуя. Логистика? Ой, блядь. Вот эта логистика хорошо. Так, ну в принципе... Давайте все-таки... Я просто не знаю сколько. Давай возьмем. 4 тысячи разовый платеж и все. Больше ничего не надо? Минус 4 тысячи. А как оно работает? Он избавился? Или сколько там надо по месяцам идти? Где это посмотреть, блядь? Куда это ушло? Я же лечу. Нет, что-то я не понимаю. Куда это ушло-то? Спутниковые-то... Нахуй это мне нужно, блядь? Продать бы в жопу. Приложение, коммерческие мотоциклы. Я что-то не понял, куда оно ушло. Ладно, хуй с ним. Полтора часа тут искать его. Так, пора заняться спортом. Что подойдет в теплое время года? Конечно же, велосипед. А к нему аксессуара и одежда. Куда же без своего этого? 15 тысяч на велосипед аксессуары? В каком веке живет эта игра? Объясни мне, блядь. 15 тысяч. Сейчас велик нормальный, как ты мне купишь. Я просто не в курсах. У меня велика нет. Я не интересуюсь. Но, по-моему, они стоят гораздо дороже. Ладно, 15 тысяч. Это разовый платеж. Хуй бы с ним. Не так страшно. Не так страшно. Главное, что мы живем в плюс. Плюс 3 тысячи, но как-то живем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А тут... Еба. 11 300 сразу. Понимаешь? Приложение пока вообще непонятно, как работает. Как оно работает? Приложение? Так, бизнес. У меня 48 тысяч. Я могу на это деньги взять. Сколько у меня времени? 24 часа. Мне кажется, вряд ли, да? А, интересно, как они... Это без проблем. Это я возьму. Ой, вот это всегда. Вот это всегда. Оно приносит какой-то доход. Какой? 9 тысяч потратил, 10 заработал. Уже нормально. Как бы ничего страшного не случилось. Деньги у меня сейчас особенно никуда не горят. Но возможность продать подороже. Меня, конечно же, привлекает совершенно... Совершенно очевидно. Отъебитесь от меня. Пожалуйста, с этим пистографом. Он мне не нужен. Я не этот вот ваш. Вот этот вот. Так, дождь, дождь, дождь. Отлично. Доход. Ой, как хорошо. Доход от ногтевого сервиса еще плюс 2,5. Он только что перегнал разом вообще все мои доходы, которые были до этого. Все. Короче, нужно сбрасывать копирайтинг, потому что нахуй нам не сдался. Нужно освобождать свободное время. Хотя, подожди. На что мне сейчас может не хватать времени? На какой-то другой бизнес. Да? Вот на этот внезапный. Компьютеры пон... Ой, хорошо. 4 600. 1100 рентабельность. Охуеть. Сколько времени свободного? Ой, берем. Берем, 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 берем. Конечно же, берем, берем. Так, это мы берем. Доходы, значит, сразу плюс 5200. Мгновенно. Красиво. Так, время минус 30 часов. Окей. Стоимость 5000 рублей. Окей. Значит, давайте продаем... Что продаем? Копирайтинг, правильно? Да, не нужен. Не нужен. Очень много времени берет. Очень много времени. Так, не удалось найти по голове. Насрать. Копирайтинг. Продать. Продать. А что так много-то? А, подожди. Подожди. Копирайтинг. Копирайтинг. Подожди. Это же существенно увеличивает прибыль. Могу существенно... А, это с каждым разом, когда он будет прокачиваться, прокачиваться, прокачиваться. Навык. Навык будет расти, 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 расти. Плюс голова работает, 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 работает. Ты понимаешь, мозг, он такой раз, раз, раз. Генерирует одни и те же слова, только разные синонимы. Придумывает. Хуя, что-то. Мозг развивает... Нет, подожди. Это нельзя. Пусть висит. Он мне сейчас не гложет. Пусть висит. 2500. Запомню. Он скоро будет приносить там 25. Он скоро будет приносить 25. Я тебе серьезно говорю. Ты мне можешь даже вот сейчас ничего не рассказать. 25 тысяч будет приносить, бля. Так, еще бизнес. Денег как много. Откуда у меня столько денег? А, так у меня ногти. Я же накоточками заняну, конечно. Ха-ха. Ногтями занимаюсь, ебный род. Хендмейт. Плюс 30 косарей. А, стоит. Ой, нет, все. Хуй, хуйта. Нет. С моталка на 2,5 пойдет. Окей. Не нужен. Пиздон. А, не удалось найти хендмейт. Да насрать. Так, благодаря настройке компьютеров на 1100 уже. Хорош, хорош. Смотри-ка, доходы. Настройка компьютеров 6400. Хорошо. Копиратинг пока мало, но нужно больше. Нужно больше. Приложение меня расстраивает, конечно. Приложение очень сильно меня расстраивает. Наверное, нужны курсы какие-то, потому что, блядь, приложение реально меня расстраивает сейчас очень сильно. Так, бизнес. Что по деньгам? 126. Откуда? Сука, че-то, блин. Во, купится, да? Хендмейт. Так, все, с молотка опять пойдет за 2,5. Ладно. У меня 2 хендмейта, да? Да, 2 хендмейта. Хорошо, неплохо. Так, отпуска. Люди уходят долгожданно отпуска, и решить какой-либо серьезный вопрос категорически невозможно. Вы можете сократить свой объем работы без видимых потерь и больше времени уделить летному отдыху. В смысле, блядь? Я еще ничего не заработал, я еще ничего нигде не развил, я еще ничего не как... Уже на отдыху, никаких нахуй выходных. Еванулся, что ли? Ну, дурак совсем, блядь. Додумался. Да это же бред какой-то, ну, серьезно. Как можно вообще, в принципе, взять и пойти работать, когда у тебя тут такое месиво, такая движуха, кругом, короче, бизнес, нужно все развивать, а ты пойдешь ебать булки свои на солнце греть? Дурак, что ли? Нельзя так. Нельзя просто так взять и все бросить. Так, а сколько времени написано? Уже 20 минут, блядь, в этой игре так время летит, я просто не могу над ним. Так, 126 тысяч, у меня денег много. Скоро пойдем этот. У вас появится как написать книгу на интересную тему. Когда вы закончите ее, можно будет продать зафиксированную сумму или отчисление с продаж. Чем больше у вас жизненный опыт, тем больше... А, 30... 30 часов. А цена 300 рублей. Блин, а сколько мы... Время игры 3 года. А что мы могли понять за 3 года? Подожди, как советы начинающему предпринимателю, как советы начинающему бизнесмену, в принципе, мы какие-то дать можем. То есть мы 3 месяца во всем варимся. Как бы мы знаем, что куда, что где. Как бы умей рисковать, обдумывай, но решайся. Не, давай возьмем. Давай возьмем книжку, напишем, конечно же. Так, стоимость книжки 300 рублей. Хуй такая-то, наверное. Ладно, на этом. Так, хендмейд сняли. Хорошо, прибавили. Чуть-чуть поехали дальше. Далее в вашем знании, насколько компьютеров еще на 1800 доход от настройки компьютеров. Бляха, она начинает приносить неплохо, нормально. Мне нравится, окей. У нас доходы уже 61 тысяча. Так, ну пока все, подожди. Пока, пока нет. Пока извините, конечно, но... До дома нам еще далеко. Так! Вы смогли найти покупателя на свой антиквариат. А-а-а, сука, ну ладно, ладно. 9 тысяч, ладно, похуй. 9 тысяч, но чушь поделаешь-то. Видать, какое-то говно купили. Нам бы начинать разбираться во всем этом. Было бы неплохо, на самом деле. А когда у нас начинается вся учеба? Где-то там дальше, да? Я просто как бы смотрю, у нас в этой левой части учеба обычно никогда не начинается. Так, бизнес. А сколько стоит средний бизнес, кстати? 360, бля, мало. 360, плюс для него нужно много времени. Ладно, имеем в виду, что для бизнеса среднего нам нужно от 60. Примерно 50-60 часов. И от полумиллиона примерно свободных денег. Хорошо! Денег у нас нет. Никакого нам нахуй среднего бизнеса. Не доросли еще. Бесюлька еще не выросла. А-а, не складывайте все яйца в одну корзинку. Диверсифицируйте доходы на всякие... Подожди, это с акцией мы разберемся потом. С акцией мы разберемся потом. Сейчас все вместе с разом все это мы не поможем. Мысят типа бизнесмены, тупо. А, в этом месяце копирайтинг несет убытки. Вам не хотим вложить в ложу. Вложу копирайтинг, он принесет мне прибыли. Я верю в этом. Если предлагаемая вам собственность не может приносить стабильный доход, задумайтесь, быть может, со временем ее ценность вырастить, и вы сможете заработать на перепродаже? В душе не ебут. Сейчас опять-таки мы пока не эти, не риэлторы. Как это называется, правильно? Вот есть бизнесмен, который бабки сейчас воротит, который мы с тобой бабки воротим на бизнесе. Есть, короче, акционеры, ну те, которые на акциях играют. А есть, короче, вот эти... Кто это? Это недвиженцы занимательные. Недвижионеры, они тоже что-то делают, да? Не знаю. Стоимость часа это че, моя? В смысле, моя? 291 час в рубль в час, нихуя. В смысле? Это как? Не понял. Она, блядь, вылечится у меня или нет? Ало, я живу, лечу, 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 лечу. А почему 44 часа-то откуда взялось? Не понял все. Так меня за это штрафуют. 42 тысячи, блядь. Разом. Так, я не понял, секунду. Откуда так время-то улетело все? Чего у меня начало деньги-то время так много жрать? Книга 30 часов. А сколько нам будет писаться-то? Ну, допустим, 30 часов книга, 15 часов бассейн. А вот они, нахуй, две. Вот они две, блядь, цитадели зла. Ладно, посмотрим, как будет по деньгам. Сейчас там откажемся, если что, от них. Вы завели себе породистого щенка. Это прекрасно милое отзывчивое создание, которое, тем не менее, является настоящим потребителем. Ладно. Ладно. Ладно, хусь, ним 350 рублей не жалко. Тем более щенок поднимает настроение, все дела. Так, блядь. 42 тысячи штрафа, я их ерею. Бизнес. А что у меня времени нет? У меня времени нет. Может, акции купить. Госбанк. Бляха, не, акции пока не хочу покупать. Не хочу с ними возить, давайте продадим. А, какой кредит, дурак, что ли? На хуй. Не нужны мне эти акции ваши. Так, штрафуется на 25 тысяч. Но 25 тысяч, это ничего так. Это не 40, конечно. Я в ноль, типа, сейчас, да, получил 26 тысяч, на 25 отштрафовался. Прибавилось тысячи. Хорошо, ладно. Мы ждем. Мы что ждем-то? Мы ждем, пока он... Ебать, 16 мне... Но зато бизнес вырастет. А ты что-то мне вообще предподаешь? Не, мне вот из-за этого... Чего мне из-за него дается? Хорошее настроение? Или что? У меня нет такого, чтобы я за вот эту вот хуйню получал какие-то полезные часы. Ебать, сервис, как много денег занимает у меня. Ой, времени. Подожди, серьезно. 15 часов. 15 часов. А что, по книжке-то она долго будет писаться? Или нет? Так, ладно, терпим. Пока мы все равно не в ноль работаем. Управление временем. Так, приходилось ли вам на работе чувствовать себя уставшим и измотанным, потерявшим вкус даже к любимому делу? В личном тайм-менеджменте важно не только количество времени, но и качество. Наладьте грамотный отдых в течение рабочего дня и в нерабочее время. Создайте ритмичность, работа, отдых. Максимально переключайтесь. Ленитесь. Спите эффективно. Освойте микросон. Радуйтесь жизни. За косарь. Минус 16 часов. Три месяца обучения. Блять. Ну это на самом деле очень хорошее дело-то. Чего уж это. Отспождать времени 4 часа? А сколько она берет? Блин, целополагание. Задумайтесь о том, что дает вам энергию на глобальном уровне о ваших мечтах и желаниях. Чтобы эти мечты сбывались, сначала нужно превратить их в цели. Представьте себя через несколько лет. Определите свои ценности. Что-то действительно важно. Ищите ваше призвание. Спланируйте цели на год вперед. Конкретизируйте ближайшие цели. Освободать 4 часа, 4,5 срока обучения. А сколько она будет брать, блять, времени-то в месяц? Цели полагания. Ну-ка запомним, возьму. Цели полагания. Где оно? Только что я видел, что-то прибавилось. Не понял. Или типа... Сетевой призвание. То есть цели полагания просто как бы сэкономило что-то. Ну здесь нет. В планировании ничего не прибавило. Яхер, куда это ушло? Здесь цели полаганий тоже нет. Короче, временами у меня пропадают куда-то вот эти вот непонятные люди. Так. О-о-о! Наконец-то! 15 часов освободилось. Спасибо. Спасибо. Так я, значит, так долго этому... А почему у меня во времени не было написано, что я где-то этому обучаюсь? Что за бред? Так, 15 часов отранзависимость. До свидания, нахуй. Отлично. Отлично. Так, вы присмотрели себе обновку. Замечательная рубашка. Отлично. Пиздец, рубашка за 1800. Да, да где такие цены? Это вообще беда. Это же очень... Ну, если это хорошая рубашка, наверное, как бы... Это очень дешево для нормальной рубашки. Так. За нехватку времени 11-12. Ксаре, ничего страшного. Вы нашли издатель, который предлагает вам определенную ставку за продажу вашей книги. Определенную ставку? Давай. Давай. Я продал ее. Давай. За 1200 каждый месяц. Доходы 1200 от книжки. Ну, судя по всему, книжка-то хуйня, если такая, как бы, она дешевая. Ну, ладно. А я пишу ее постоянно или она у меня ушла? Я, походу, дело, ее написал. Хорошо, у меня свободное время появилось. Наконец-то. Так, ладно. Стоимость 300. Это у меня... Напишите книгу 300 и минус 30 часов за ее писанину. Ну, в принципе, я купил это за 300. 1200. А-а-а! Права! В смысле права? Ты охерел? А, ежемесячно. Тогда ладно. Тогда ладно. Тогда ладно, да? Ежемесячно? Да, 1200. Ну, хорошо. Я просто думал, типа, права разово продали. Ни хера. Ни хера не разово. Нормально все. Новогодние подарки. Что выбрать кому? Ну, 12 тысяч на подарки. Кому то. А кому я вообще могу их дарить? Я ни с кем не общаюсь. Семьи нет, детей нет, блядь. Работы нет. Кому я должен что-то дарить? Охерели что ли? Клиент может быть. Клиентам хорошо. Ладно, клиентам пойдет. Клиентам пойдет. Поехали дальше. Целеполагание. Отлично. Я изучил целеполагание и прибавил себе... Где оно, блядь? Время плюс 4 часа. А-а-а! Так оно... Блядь, подожди. Оно, то есть, тупо, знаешь, оно у меня времени не тратило, поэтому нигде и не отображалось. Но в результате этого оно просто свершилось, и теперь у меня плюс 4 часа. Вот оно как работает. Поэтому я не находила избавление от интернезависимости. Значит, оно тоже просто... Время его не забирало, оно просто было. Хорошо. Сможете ли в новом году достичь своих целей? Финанс безопасность 5 миллионов рублей. Нет. Деньжно-падогу решающие расходы. Есть. Пассивный доход 200 в 1 часов в месяц. Хуй-то там. Реализуйте мечту, деньги или средства, она не цель. Я понимаю, но как бы подождите. Не так быстро все. Нихуя себе. Просто вот так вот взять и все, что ли? Ага. Додумались, бляха. Вы обдумываете, как рекламируют свои слуги? Как будет стратегию? Обратиться к рекламщикам. Своими силами полтора рекламщики 9. Ну, конечно, рекламщик, ну как бы, блядь. Реклама должна быть профессиональной. Как бы, знаешь, ну, если они могут, то пусть мне, как бы, 9 тысяч за рекламу. Плюс... Сколько вам приносит мне сейчас? 15900. Сейчас посмотрю, сколько будет после рекламы приносить. Посмотрим, сколько будет. А, Николай выбирает обратиться к рекламщикам. Хорошо. Бизнес. А у меня, кстати, можно, можно еще один бизнес маленький подхватить какой-нибудь. О, артихват. Артихват, блядь. Антиквариат, возьму. Пригодится, сейчас продадим. Продадим за миллион, сейчас отвечаю. Я чувствую, это миллионный антиквариат. Миллионный, заебали. Так, техническое... Ой, отстань. С молотка продам за 2,5. Семинары, кстати. Управление временем, кстати. Мотивация. Как бы мы не любили свою работу, наши дела бывают трудны и неприятны. Как замотивировать себя на их выполнение? Как грамотно включиться в выполнение сложной задачи, чтобы потратить на нее меньше сил и энергии? Освоите методы настройки на работу для сокращения задачи на нее времени. Съешьте лягушку. Дробите большое на малое. Вознаграждайте себя. Стоять таблицу ежедневных дел. Блядь, ну это как бы, это все логично. Это как бы и так без этого понимается. Как бы, если ты знаешь, что у тебя есть какое-то огромное дело, ты хоть знаешь, как его выполнять. Разбей его на мелкие дела и просто его рот его ебать. Само по себе потом сделается из мелких. Я тебе реально говорю. Проверено, проверено себе, оно работает. Так, 2500, 5 месяцев. Освобождать... О, 12 часов. Хорош. 12 часов это очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Так, это мы возьмем. Это мы освободим, а после этого можно уже, в принципе, на эти 12 свободных часов и начать изучать вот это. Окей, берем мотивацию. Берем мотивацию, это хорошо. Поехали дальше. Плюс 27 дохода. Нормально. Так, день проходит в такой суматохе, что под вечер вы впадаете в прострацию. К концу недели два переставляете ноги, а потом все выходные пытаетесь высыпаться, чтобы заново начать свой марафон. Вам нужно больше отдыхать. Требуется времени 75... Что? Ты сейчас хочешь у меня забрать 75 часов? Ты что, ебанулся? У меня будет сейчас минус 55 часов? Ха, сука, да, сейчас будет. Охуеть! Ебать, нас сейчас штрафанут, короче. Ебать, нас штрафанут, я тебе реально говорю. Сейчас, смотри, штрафы полетят. О-о-о-о! 70% в них. 15 900. 15 900 он был. 25, ты понял? Грамотная реклама. 70% дохода. Хорош. Так, 35 косарей за нехватку свободного времени и 36 доход. Ничего не потерял, нормально. Бывает и такое. Так, ну бизнес, у меня времени на бизнес сейчас нет совершенно. Артефакт? Нет, окей. Нет, так нет, ладно, поехали дальше. Где мой этот? Кто этот? А, управление временем, кстати. А мы это еще не выучили, да? То мы еще не выучили, поэтому... Но у нас нет времени свободного смысла в этом нет. Поехали дальше. Так, хорошо, наконец-то. Наконец-то, минус 75 часов истощения. Отлично. А вот теперь можно за что-то взяться. Управление временем, кстати. Сколько мне? Свободное время 5 часов. Что по семинарам? Теория общения. 5000 рублей. Это у меня ничего не тратит. Да, давайте что-нибудь просто прохуячим сейчас. Разовый платеж 190 тысяч... А сколько денег? Блядь! Плюс 12 процентов. Подожди, закупки, снабжения, перевозки, складирования снижат ваши издержки. Я плачу 190 тысяч. Разово. У меня общий доход 72. Прибавляем к нему 12 процентов. То есть получается где-то тысяч 7. То есть тысяч 7 сверху, грубо говоря, мы будем получать. Ну, 7, 8, блядь. 8 тысяч сверху. Чтобы окупить 190 тысяч 8 тысячами прибавки, мы, получается, должны потратить 20... Ну, 24. 24 месяца. То есть за 2 ровно года вот эта хуйня сокупится. Ты понимаешь, как я считаю? То есть я считаю, что 12 процентов от всех бизнесов получается где-то в районе 8 тысяч. Вот отсюда, от этой цифры. То есть мы вот эту цифру делим на 8 тысяч, получаем примерно где-то 24 месяца, что-то такое. То есть тратя вот эту сумму, мы ее же потом отсюда возвратим за 24 месяца, 2 года. А потом она начнет расти. Блядь, это на самом деле очень выгодно. Ну, как бы окупаемость в 2 года и сразу, блядь, 12 процентов прибыли, ну, как бы это очень хорошо. Ну, не сразу 200... Я возьму, я возьму, я потрачусь. Я потрачусь, но это очень сильно потом аукнется мне хорошим делом впереди. Так, 8 тысяч у меня. Опять, опять уходим в ноль, сука. Давайте купайте артефакт. Ух! 100 косариков. Я прям чувствовал миллион. Я прям... У меня что-то крутилось вот эта единичка, что-то нули. И вот, блядь, один лишний был. Ладно, посчитал. Просчитался один лишний, ничего страшного. Зато миллион. А! 108 тысяч. Мне вообще нормально. То есть мы, получается, сейчас практически в ноль купились. Ну, на 50% скидка вышла у нас на наше охуительное 12% прибавление к бизнесу. Так, что по временем? 13 часов свободных. Семинары. Может, купим еще один семинар? Кто такой арт-дилер? Введение современного искусства. Охуета. Так, а как прилететь рыночную стоимость придет в... О-о-о! Во-о-о! Вот это хорошо. Вот это охуенно. С этим мы можем сейчас нормально будем разбиваться в артефактах и знать, сколько они стоят. 100 косарей. Ну, как бы, если не брать в расчет то, что мы, типа, 50% сделали скидки, как бы, бизнес пусть окупает бизнес. То есть уроки бизнеса потом будет окупать бизнес. Мы только что прошлым артефактом себе 100 тысяч получили. Получается 91 тысяч в прибыли. И если я сейчас вложу столько сарей в то, чтобы разбираться в артефактах, я потом смогу брать нормальные артефакты себе и продавать их дороже. То есть это тоже, по идее, должно окупиться. Поэтому, как бы, естественно, мы это берем. Сколько денег нет? Бля, вот, нормально, нормально, берем. Все хорошо, все, мы работаем красиво. Денежный поток плюс 36 косарей. Все хорошо. Это все потом принесет нам... Огр... Что? Ваши хобби становятся все экзотичнее. Личная лошадь, предмет зависти ваших друзей. Ее содержание нет времени, кстати, расходов. Ты что, ебанулся? Какая нахуй лошадь? Какая лошадь за 350 тысяч? В смысле лошадь? Ты дебил? Ты что, блядь, издеваешься? Какая нахуй лошадь? Какие 7 тысяч расходов? Ты дурак, что ли? Ты что, вообще ебанулся? У меня денег нет на это. Ой, я ебу. Ой, я ебу. На год? Так, подожди, а сколько у меня расходов-то? Денежный поток у меня 36 тысяч. Я возьму на год минус 25, 36 минус 25, 11 тысяч свободных. Ебать, в смысле? А здесь от... Да ладно, по-моему, как бы кредиты тем, чем ты это, как его, меньше берешь кредит. Так, ну, во-первых, нужно брать больше, чтобы хотя бы деньги остались какие-то. Так, ладно, я возьму 320 тогда. Ну, это типа обязательно, как бы, я не могу от этого отказаться, поэтому породится, из какого он придется брать кредит. 26 плюс 5, 300. 32 тысячи каждый месяц у меня будут брать целый год. У меня денежный поток будет... Ну, в принципе, я буду в плюс на 4 тысячи, как бы. Блядь, ну ладно, давайте. Ладно, давайте, расходы каждый месяц нах... Вот это, блядь, я охрене... Он, он, подожди, мне кажется, временем, что он дебил. Мне кажется, что он временами дебил. А, в смысле, что? Давайте, ну, как, в смысле? Что? Куда это? Не понял. А, сюда, фасибы. Пиздец, отбитый парень, я не могу над ним. Это что-то было на такое согласиться, ты, посмотри. Че, опять, что ли? Я аж только раскидал, алло. Породистый пёс. Я надеюсь, не два. Так, кредит, породистый какун, надеюсь, нет. Чего, блядь? Откуда минус две тысячи-то, я не понимаю? Откуда у меня минус две тысячи-то, алло? Ты что-то что-то мне наебали сейчас или что? А, еще ебаная содержа... О, еще же содержание! Блядь, точно! Ёб твою мать, это год, 12 месяцев. Может, доходы... А мне нужно что-то продавать-то, получается. А что мне можно продать-то? Бля, копиратник ничего не приносит. Сколько он стоит? Две с половиной тысячи. А он ничего не принесет мне. Не, а в смысле ничего не приносит? Он что-то приносит мне. 5-600, блядь. Мне надо что-то продать, что у меня есть, что мне ничего не приносит. У меня такого нет. Ну, сука. Блядь, придется еще кредит брать. Придется еще брать кредит. Серьезно, а как я могу брать кредит, когда у меня деджатый поток вообще ноль? Блядь, серьезно, что ли? Хорош, миллион на три года. Отказано банкам. В смысле, дай денег-то хуйло. А, погасить еще надо? Блядь. Ты подожди, что-то жизнь пошла не в ту сторону. Ну, неужели ебанутый, зачем он скакует? Серьезно, в таком-то положении. О, мотивация, хорошо. Плюс 12 часов времени. Ну, неплохо. 32 свободных часа. Да я сейчас все проебу из-за этого, сколько у нас. Нужно что-то продавать срочно. Пиздец. Мне просто нужно продать, чтобы как-то... А сколько осталось до кредита-то? Мне нужно что-то продать, чтобы мне хватило... Мне нужно что-то продать за 24 тысячи, чтобы вот этот вот... А, какой за 12? Да, за 24. Чтобы вот на 12 месяцев это умножать. То есть у меня сейчас минус 2-300 каждый месяц. Мне еще платить банку. То есть когда я... Через год перестану платить банку, у меня резко снизится, естественно, вот эта хуйня. Но мне нужно продержаться. Продержаться на плаву, потому что мне тупо не хват... А мне хватает сейчас на 6... Мне на полгода только хватает, да? Хватает только на полгода. Плюс! У меня еще может быть какой-то внезапный штраф. Вот я о чем. Наиболее перспективный прибыль на активы можно найти, только обладая хорошими знакомствами и образованием. Также прибыль на тот бизнес, который может развиться. Малый развивается в средний, средний развивается в крупный. И начните с малого получить больше. Это логично. Блядь, нужно что-то продать на 24 тысячи. На 24... Да что я могу продать на 24 тысячи? Я ничего не могу продать на 24 тысячи. Все, что я могу продать на 24 тысячи, мне потом локнется так, что пиздос какой-то будет. Настройка компьютеров. 5 тысяч. Копейки, нахуй. Приложение 6700. Блин, а что у него на самом деле-то? Я могу продать его, как бы. Но оно должно было принести мне миллионы. Но нихуя не принесло. Ну, 6 тысяч приносит 6700. Приносит оно мне 7 тысяч в месяц. А только его сейчас и можно продать. Потому что, как бы, с него я поимею 80 косариков. Продать. Ну, давай за 80 продам, как бы. 8200. Блядь, 7200. А! Вот так вот. Вот. Ладно. Будем надеяться, что его купят. Сука, обидно. Должен был принести мне миллионы. Серьезно, я говорю. Ну, в конце концов, мы не программисты, ладно. Купите, сука, приложение. А, вы, наконец, решились навестить дантиста. Вот как все вовремя, ебаный в рот. Как же все вовремя? Ну, какие, блядь, 2500 тысяч. У меня нет денег на них. Не удалось найти покупателей. Иди ты нахуй. Купите, кто эти приложения-то. Хорош. Хорошее приложение, блядь. Бабки приносит. Какая, пизду, бизнес. Отстань, дай бизнес. Что по бизнесу? Опять такси в пизду. Да никто не покупает. В смысле? Блядь, как изменить цену-то? Хотя, с другой стороны, что я получу? Я могу сейчас продать его 100% за 40 косарей. И мне этого хватит на будущее. Но я, как в ракаре мере, не останусь банкротом. Ладно, давайте так и сделаем. Продать за... За 51... Давай за полтинник продать, ладно. Попробуем продать за полтинник. 88% вероятности. Давай. 30 тысяч теряем? Да какой нахуй домик? Все, хорошо, 50. Все, живем. До конца года мы доживем как минимум. Ладно. Так, а доходы. Значит, минус доходы. Сука, обидно сейчас. Минус доходы от приложения. Ладно. Стоимость. Ладно. Время. Ладно. Так, что у нас получается по итогу-то? Ебать! А я это-то просчитал, нет? А сколько осталось месяцев у меня платить эту хуйню? Бля, опять от МВА что ли отказывается? За что же ты будешь делать? МВА-то я когда-нибудь закончу. Нет сегодня уже. Где этот сраный кредит-то? Так, где он, я не понял. Лова. Я что, выплатил уже? Не может такого быть. Я, бляски, кредит, я спрашиваю. Блядь, какие пассивы, расходы. Расходы, мотоцикл, пес. Какой-то пес. У меня пес. А, я купил пес. Я помню. Помню, да, пес купил. Десять месяцев? Чё так время-то мало идёт? В смысле, десять месяцев? Мне, блядь, восемь из косарей это уже нужно брать, что ли? Ты чё, издеваешься надо мной, Николай? Ты нахуя завалил? Ты, долбоёб. Бляха, я не могу над ним. Ты вообще дурак, что ли? Какие, нахуй, десять месяцев? Мы сколько уже играем-то? Я ебу, скакуна он захотел. Вот ты, блядь, долбоёб. Иди нахуй своим спортом отсюда. Не до тебя сейчас, блядь. О, вы успешно окончили обучение. Дай куплю артефакт. Нет, не выгодно, нахуй. Блядь, надо было копейки хотя бы поиметь с этого. 50 часов, два. Ебать, штрафы будут. Нееет, нет, сука. Опять МВА бросать. Всё, я понял. Опять бросать МВА, хорошо. Опять бросать МВА, блядь, опять. Ну, то есть МВА, смотри. Я за это просто получу штраф. За 50 часов я получу какой-то штраф. Мне сейчас каждая копейка реально на счету. МВА ебучих пять месяцев опять. Опять бросим сейчас, блядь. Сука. Ладно, окей. Я на него столько денег уже просрал. Я его почти доучивался. Доучил себя постоянно его почти бросить. Окей. Раз, ну, оно 20 тысяч на расходы берёт. Это очень много. Как бы меня это сейчас спасёт просто реально. Я не могу рисковать. Просто, знаешь, вот таких вот внезапных решений, как бы лучше иметь какой-то запас, какую-то подушку. Безопасно нужно иметь в любом случае. Что ж, Николай ебнутый. Он тратит деньги вообще ни на что. МВА, блядь. Ладно, окей. За время не штрафуют. Тут в плюсе. Ну, ладно, что ж теперь? В следующий раз. Послушайте, когда-нибудь мы закончим это МВА. Я тебе серьёзно говорю. Так, увеличивает... Оптимизируйте бизнес, проходя семинары и тренинги. Да это я знаю. Всё окей. Ладно, теперь хотя бы волноваться нам не стоит. Волноваться нам не стоит. Ну, что ж теперь поделаешь? Что же теперь поделаешь? Где этот блядский кредит? Восемь месяцев. Хорошо. Семинары. Давайте посмотрим семинары. Алгебра рекламы. Доход от бизнесов плюс 5%. Ой, так быстро, так хорошо, давай. Это я возьму, давай, сразу. Это мне сразу прям повысит мгновенно всё. Так, ещё семинар купим какой-нибудь. Так, не хватает наличных. Подожди, друзья. Разовый платёж 25 тысяч. 25 тысяч. Век информационной технологии. Что это означает для экономики компании отдельных людей? Капитал пляшет под дудку таланта. Клиент всегда прав. Маркетинговые исследования требуются опыт работы. Избегайте бизнес-стереотипов. Давайте на самом деле я вот это возьму. Вот это вот возьму. Потому что мы сейчас развиваем себе бизнес. Это логично. 25 тысяч 4 месяца плюс 5% пойдёт. Опять трачу деньги в никуда, блядь. Постоянно отвлечения. В смысле? Ну, в смысле? Ну, в смысле, сука? А, пропали. Ой, спасибо. Ой, я испугался, думал опять. Не работать до последнего часа, не живите на последние деньги. Имейте известно случай у вас множёв. Да я только что об этом говорил, бляш, нужно иметь. В случае силы нехватки времени вы не можете заработать того, что планировали. Я в курсе. Я только что про это говорил, блях. Только что про это говорил, в конце концов. Так, что по бизнесам. 45 часов. Сколько у меня времени? 65. За 20 косарей. Доходы через 4 месяца. 7500. Лечебный массаж. Пизду. Трата денег. Вы завели себе породистого кота. Да я ебать животновод, слышишь? У меня скоро чё, зоопарк дома можно открывать? У меня пёс. Лошадь, сука. Кот. Кто ещё ко мне? Хомяк, блядь, придёт? Хомяки, давай. Бегемота заведу. Всех заведу. Чё уж там. Прекрасное, милое, отзывчивое создание, которое, тем не менее, является настоящим потребителем. Пусть, сука. Так, ладно, минус 350 расхода ещё добавили. Ничего страшного. Фух, ничего страшного. Ладно, хусть. Семинары. Чё по деньгам? 33 тысячи. Ещё берём? Ещё берём. Берём ещё, хорошо. О, лечебный массаж. А где? А денег сколько дали из него? Мне какую-то прибавку дали? Почему прибавки не написано никакой? Доходность от всех бизнесов 4 месяца. Породистый код. Чё? Так, чё по бизнесам? Артефакт. Красиво. Так, а я обучился этой уже определениях, нет? Давайте возьму, пригодится. Давайте возьму, пригодится. Ладно. О, сейчас тратить опасно, кстати, деньги. Сейчас настраты будут, сука! Ух! Я испугался, бля, опять Новый год за этот ёбаный. Опять подарки эти сраные покупать. Так, ладно, хорошо. После Нового года страна находится в прострации. 10 дней официального безделия. Новый год, Рождество, Старо, Новый год. Время встретиться с друзьями, близкими, съездить за город. Какие ваши планы? Так, а чё у меня? Настроение радостное? Нет, все отдыхают. Нет, никаких праздников. Плюс 50 часов? Нет, давайте отдохнём. Ну, у меня сейчас нет нехватки времени, поэтому давайте отдохнём. Как бы в этом ничего страшного нет. Что? Автолордпокус. Вы изучаете предложение. Что? За лордпокус 700 тысяч? Наебучих 25 часов? Ты что, дурак? Ты что, дурак, блядь? Так, сколько у меня доход-то? Ой, резко бизнес-то, подруга. Вот и поехал. 20 тысяч. Нормально, да, за антик, говорят, пойдёт. Бляха, у меня сейчас так много, короче, прибавка стало, я и бахну. Ага, отлично, огромное. 75 в месяц уже получаю. Вот это внезапно. 75 косариков уже в месяц. Смотри, красиво, как идёт. Хорош. Зарабатывайте деньги на падающем рынке ценных бумаг с помощью коротких позиций. Можешь закрыть короткую позицию. Чего? Подожди, я в акции ещё не лезу. Я в акции их не умею, не разбираюсь, не понимаю, не пизды. 78 тысяч практически, ежемесячный доход. Красиво. Так, что по кредиту? Когда-нибудь расплатиться уже нет у меня, блядь. Три месяца? Да как долго идёт время-то? Осталось три месяца. 80 тысяча стала заплатить. Бля, я могу бы его на самом деле погасить сейчас. Но у меня нет денег. Ладно. Давайте погасим у следующего месяца. Семинары. Так, это маркетинг. Нахуй мне маркетинг? Мне нужен этот. А, доход от бизнес плюс 8. Систему держания клиента. Пересмотрите обслуживание, организация работы, оплату труда, имидж фирмы. Плюс 8 процентов. 6 месяцев. 50 ксарей. Беру. Беру. Это очень выгодно. Это очень-очень выгодно. Ваша выпущенная книга стала хитом продаж, и ваше имя стало известнее. Это не повлияет на ваши текущие комиссионные выплаты. Однако, если вы захотите продолжить карьеру писателя, ваш гонорр будет выше. Красиво, хорошо, четко, охуенно. Некоторые семинары становятся доступны только при наличии специализированного образования. Я в курсе. Так, ладно, давайте на этом закончим. Охуенно сегодня заработали. Мы сегодня чуть... Вообще, два раза были просто на краю. На краю. На краю бездны. Чуть не крашнулась, нахуй, вся наша карьера. Сегодня два раза. Но мы выползли. Выползли, кстати, стоимость часа выросла. Смотри, до 410 часов. Отлично. Стоимость прекрасная. Все хорошо, все замечательно. Доход ежемесячный. Ну, как бы, минус расход. Нормально. Живем пока что. Есть свободные деньги, куда-то можно вкладывать. Расследование, все еще и разберемся с этим делом. Ссылка будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Все это решили. Все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.